МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа темы дня в студии Елены Орлова. Смотрите в нашем выпуске. Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 15 тысяч гектаров. Крупнейший хлебозавод в Курской области находится под угрозой рейдерского захвата. Предвыборная лихорадка. В Воронеже неизвестно уничтожили наглядную агитацию кандидата от КПРФ. Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 15 тысяч гектаров. Министерства природных ресурсов сообщают, что по числу и площади распространения огня продолжает лидировать Республика Бурятия. Там, на территории лесных массивов, зафиксировано более 150 очагов возгорания. В Забайкальском крае в связи с лесными пожарами объявлен режим чрезвычайной ситуации. Дымовая завеса окутала Читу и другие населенные пункты. Сложная ситуация складывается и в Иркутской области. Министерство обороны Российской Федерации сообщает о наращивании авиационной группировки в этом регионе. Однако пока что мер, предпринимаемых местными властями и военными, недостаточно, чтобы остановить стихию. Особенно много очагов возгорания вдоль побережья Байкала и на острове Ольхон, который расположен в самом центре Байкала. Вчера, по сообщению МЧС, верховой пожар вплотную подошел к базам отдыха, которые расположены в бухте Песчаная. И сотрудникам МЧС на катерах пришлось срочно эвакуировать 45 человек, из них 15 детей, которые отдыхали там. Власти нельзя сказать, чтобы ничего не предпринимают, какие-то действия ими предпринимаются. Но, как заявляет лидер иркутских коммунистов Сергей Левченко, это преступное бездействие власти по поводу тушения лесных пожаров. Те меры, о которых сообщается, они носят какой-то локальный мелкий характер. То есть используются сотрудники лесничества с лопатами, какие-то трактора. Но кардинально для тушения лесных пожаров ничего не предпринимается. Вот уже около года Россия живет в условиях продуктового эмбарго. Однако Государственная комиссия по импортозамещению была создана только неделю назад. Ее первое заседание Дмитрий Медведев провел в Краснодаре. Он заявил, что продовольственное эмбарго не будет бесконечным. «Мы с вами понимаем, ограничения важны, они продлены на год, но они не будут бесконечными. И вот этой паузой нужно воспользоваться всем – и государству, и самим аграриям». Премьер также добавил, что надо стараться налаживать производство на базе российских технологий, там, где это только возможно. Ну а пока власти рассуждают о дальнейших перспективах, агропромышленный комплекс страны переживает кризис. Предприятие «Курск Хлеб», производящее национальный продукт уже 75 лет, находится под угрозой рейдерского захвата. Акционер и конкурент в одном лице – железнодорожный хлебозавод путем бюрократических методов пытается обанкротить «Курск Хлеб». Без работы могут остаться около 900 человек. «Мы хотим работать, мы хотим выполнять свои производственные программы, мы не хотим воевать ни с кем, и в то же время не хотим, чтобы наше предприятие превратилось в какой-то предаток». Помимо массовых сокращений, закрытие «Курск Хлеба» может привести к монополизации хлебобулочного производства в Курской области. Это создает угрозу продовольственной безопасности региона и ведет к снижению качества продукции. Очередной предвыборный скандал, на этот раз в Воронеже. Там за сутки была уничтожена почти вся наглядная агитация кандидатов депутата областной думы от КПРФ Александра Ведрусова. Были похищены и повреждены 16 агитационных плакатов. По словам представителей Воронежской полиции, случившееся стало первым серьезным правонарушением в ходе предвыборной гонки. «Это нас только, наоборот, взбодрило. Это нам продемонстрировало, что нас тут воспринимают как основного конкурента. Кандидат от партии власти, видимо, думал, что он пройдет здесь спокойно и вообще уже все решено, все распределено и так далее. Но, видимо, он ошибался, уже начинает нервничать». На данный момент по факту происшествия следственные органы проводят проверку. Мы будем следить за развитием событий. «Красная линия» расширяет охват вещания. На сегодняшний день аудитория телеканала составляет порядка 1 миллиона человек. Нас смотрят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России. Телевизионный канал «Красная линия» вещает круглосуточно. Большую часть эфирного времени занимают программы собственного производства, документальные фильмы, специальные репортажи, политические ток-шоу, интервью с учеными, политиками, экономистами и общественными деятелями. Авторы передач стремятся показать другой, альтернативный взгляд на актуальные проблемы общества, отличный от того, который навязывают зрителю государственные и праволиберальные СМИ. «Дело в том, что по центральным каналам новости, может быть, они не всегда, скажем так, объективные. Я имею в виду с нашей партийной точки зрения. А люди, наверное, хотели бы знать и другую точку зрения, не ту, которую наше правительство показывает по тем каналам». Телеканал «Красная линия» доступен в кабельных сетях по всей России. Программы нашего канала также транслируют кабельные операторы Северного Китая. В тестовом режиме мы вещаем на территории Московской области в сетях операторов МТС и МГТС. Нашими партнерами вскоре станут АКАДА и другие операторы столичного региона. Уже этой осенью ожидается, что аудитория «Красной линии» увеличится до 10 миллионов человек. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи.